Слава Богу! Благословен Бог наш! Шалом! Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую с Россией! Сегодня у нас 20 декабря, сегодня зажигается первая свеча Хануки. Сегодня начинается праздник, как написано в Евангелии от Иоанна, праздник обновления, праздник Ханука. Иисус Христос, наш Господь, Он этот праздник отмечал, как и все остальные евреи. И Он не просто отмечал, как все даже, Он именно на этот праздник, Он был в храме, был в притворе Соломонова, написано у Евангелиста Иоанна, в 10 главе, 22 стих и дальше. И Он во время вот этого посещения праздника Ханука, Хануки, Он был в Иерусалиме, и Он сказал очень важное откровение о самом себе, о том, кто Он, собственно, кем Он является, что Он является именно всемогущим Богом. Он сказал «Я и Отец одно». Это записано в Евангелии от Иоанна, 10.30. И, дорогие друзья, в общем-то, в разных деноминациях, в разных христианских церквях праздник Ханука все чаще и чаще вспоминается. Из небытия христиане поднимают снова эти традиции библейские, древние традиции. И те традиции, которые чтил сам Господь Иисус Христос, Его святые апостолы и наши старшие братья и сестры, вообще наши первые христиане, будем так говорить, потому что первые христиане, мы это знаем из деяний апостолов святых, они очень чтили празднества библейские и, в том числе, конечно же, праздник Ханука. Хотя о нем, о празднике Ханука, говорится лишь один раз в Новом Завете. Именно вот уже в процитированном месте Писания Евангелия от Иоанна, 10.22, где написано, что была зима, и Иисус был в притворе Соломоновом во время праздника обновления. Праздник обновления. Праздник Ханука по-русски звучит как праздник обновления. Именно так перевели синодальные переводчики. И на самом деле праздник обновления храма, обновления церкви, обновления, которое несет с собой Господь. И это обновление, оно приходит через наше единство с Богом. Сегодня вечером зажигается, как я уже говорил, первая свеча Хануки. Всего и зажигается 8 свечей, 9 свечник, и 8 дней продолжается празднество, и 8 свечей, или 8 лампад постепенно зажигаются. Каждый день добавляется еще одна. Это очень интересная традиция, очень древняя традиция. Господь Иисус ее соблюдал, эту традицию. И сегодня христиане, как и все евреи, помнящие свои корни, свои корни своей веры, своей религии, основания своей веры, зажигают эти свечи и вспоминают именно обновление, которое происходило еще при Маковеях, героях веры. И, дорогие друзья, в православной традиции спас Маковея отмечается, конечно же, не зимой, но сегодня на Хануку я хочу снова Бога проставить за Маковеев, за всех героев веры, которые не сидели сложа руки, которые взяли меч в руки и начали что-то делать для Господа, очищая храм Господня, очищая Иерусалим от закрытого, от идолопоклонства. И Господь благоставил своих героев, и суточный запас елея горел все время, все восемь дней, пока не привезли кошерный свежий елей. Дорогие друзья, пусть елей в миноре нашего сердца не скудеет, пусть этот елей он просто преизобилует, пусть мы, согласно притче Иисуса о мудрых и неразумных девах, будем христиане мудрыми девами, которые имеют запас этого елея. И не просто запас елея, а чтобы действительно источался этот елей, больше и больше Духа Святого елей, елей добрых дел. Есть разные толкования, разные объяснения, но смысл один. Господь Он в нас, и Он есть наш елей, Он есть нашу жизнь, Он есть наша благодать. Пусть Бог благоставит каждую из вас, дорогие друзья. Сегодня мы будем зажигать первую свечу Хануки, я думаю, мы это снимем тоже в программе. И пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, всех евреев, всех христиан. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Бешем Ишуа Гамашиах, Ишуа Машихейном. Амэн. Привет из России, привет из Тулы. Благоставение всем вам, дорогие друзья. Здесь, в стране северной, мы зажигаем ханукальные огни. И пусть ханукальный свет горит в наших сердцах. И как я хочу завершить такой мудростью, старой еврейской мудростью, которая говорит нам, что даже небольшой свет зажженный, он прогоняет большую тьму. Даже если большая тьма окутала твою жизнь, твою семью, твой бизнес, и большие проблемы, зажги свет. Этот свет сам Мессия, свет просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Сам Господь Ишуа, Иисус Христос. Ему вся слава и хвала, сегодня и во веки веков. Аминь.